Одна из лучших моделей для определения, в каких условиях у нас находится проект, называется «Кеновин фреймверк». И он определяет четыре домена. Первый домен называется «Простой». И они настолько просты, что любому здравомыслящему человеку должно быть понятно, как их сделать. Рутина. Следующая стадия — это проекты «Компликейтед». Это такие проекты, которые все еще можно понять, но это требует время. «Компликейтед» — это запутанные, говоря по-русски. То есть там, где у нас большой объем информации, пусть понятный, но ее просто много, с ней надо разбираться. Такие проекты уже требуют внимательного анализа. То есть, по сути, мы берем запутанный большой проект, разделяем его на простые части, которые каждую простую мы уже можем понять легким способом. Технический прием, которым мы пользуемся, называется декомпозиция. То есть, мы берем большую, разделяем его на части, делаем каждую часть. В результате, когда каждая часть у нас сделана, целая готова. Это хорошо, когда так можно. Дальше мы попадаем в область реально сложного. Сложная система из теории систем — это та система, в которой целое не равно сумме ее частности. И композиция перестает работать. Мы разделяем на части, мы делаем каждую часть, опаньки, а целое не собирается. Вот между суммой частей и целым лежит то, что называется словом «эмерджент». «эмерджент» свойство, «эмерджент» поведение — это именно то поведение, которое характерно для системы в целом и не может быть адресовано ни на какую ее часть или набор частей. Проблема, ребят, анализ перестал работать. Берем прекрасно работающую технологию, построенную на декомпозиции, на анализе требований, на World Breakdown Structure, применяем к системе и фейлим проект. Почему? Потому что столкнулись со сложным. И это категорически меняет наш подход к работе с проектом. Вместо того, чтобы проводить анализ, мы высказываем гипотезу, проводим эксперимент, уже оцениваем результаты эксперимента, после чего повторяем. Повторяем таким образом, накапливая знания о системе и делаю все менее сложной для себя. И, наконец, последний вариант — это хаос. Хаос — это когда система меняется быстрее, чем мы успеваем ее изучать.